Продолжается борьба за звание самых сильных и лучших на полигонах 10 стран, где проводятся пятые армейские международные игры. По результатам этих дней наши военнослужащие бьют рекорды во многих конкурсах и не только у себя на родине, в военно-медицинской эстафете. С очередной победой вторым местом можно поздравить участников конкурса «Верный друг». С подробностями Лола Рыкаева. Новый день военно-медицинской эстафеты на полигоне «Фуариш» и новый триумф нашей сборной. Индивидуальное мастерство среди офицеров медицинской службы выявило следующих победителей. Первое место у представителя Узбекистана. Второе и третье место заняли россиянин и казахстанец соответственно. Не отстают и представительницы слабой половины, доказав обратное. Они оказались сильнее своих соперниц из 11 стран. Весь пьедестал почета почетно заняли военные медики-женщины нашей команды. А уже накануне звание лучшего водителя бронеавтомобиля «Тайфун К» получил военнослужащий по контракту Хайрулу Алимов. В конкурсе по вождению на спецтехнике он набрал максимальное количество – 633 балла. Второе место досталось также нашему военнослужащему Бахадыру Атаханову. У него 594 балла. Ефрейтор из Казахстана Ерлан Джигельдыев сумел преодолеть все препятствия и подняться на третье место. Соревноваться пришлось в непростых условиях. И скорость и правильность исполнения на всей дистанции в 1200 метров. Члены судейской коллегии пристально следили за каждым участником при преодолении множества преград. На их пути были прямой ограниченный проход, колейный мост, установка на подъеме, минное поле, проход между столбами, противотанковый ров. Далее военным медикам предстоит соревноваться в командном первенстве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Им равных не было в рекорде. Впервые за 5 лет проведения армейских международных игр такого результата не было. 5 минут 50 секунд хватило военнослужащему из Узбекистана Садыку Дальмуродову и его служебной собаке по кличке Клифт для преодоления дистанции в 1600 метров. При этом наш военнослужащий не совершил ни одного промаха на огневом рубеже. Дело было в подмосковном Дмитрове на конкурсе «Верный друг» на одном из его этапов – док-биатлоне. Накануне на церемонии закрытия международного конкурса такого сценария не ожидал никто. По сумме набранных баллов наша команда уверенно шла к третьему месту после россиян и белорусов. И тем не менее установленный рекорд дал повод для пересмотра итогов в пользу нашей команды. Момент истины. Второе место вместе с командой из Республики Беларусь разделили и военные из Узбекистана. Таким образом, на третье место пьедестала почета поднялась команда из Казахстана. Уже завтра ждем возвращения на родину наших военнослужащих, первых призеров конкурсов «Рэмбат» и военные ралли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok